Я тут даже испугался. Такая реакция на эти два с половиной года Навальному. Несколько знакомых девушек, ну просто в отчаянии. Кира, Юля, Саша. Ну, Саша мальчик, но тоже такой нежный. На судью набросился. И это очень плохо. То, что происходит сейчас в России. Жалко людей, которые поверили. Жалко тех, кого ни за что доказывают. Но в случае с Навальным, ну, волноваться не стоит. Друзья, девочки, не волнуйтесь. Все будет хорошо, ему уже... А несколько раз давали сроки, огромные. И ничего, то есть буквально ничего там. Семь лет и полтора года посидел там дома. Домашний арест. С братом там, ну, абсолютно мутная история. Там три года. Где он был эти три года, непонятно. То есть там параз был в тюрьме, когда нужно было навещать. Понимаете, в него столько вложено денег. Там каждую неделю. Миллион долларов. Там одно перечисление. Ой, я же забыл, сколько там перечисления было. А, вот, сто. Сто пятьдесят, двести тысяч. Ну, не будет он сидеть. Понимаете, если бы его посадили, но он за собой утянул бы столько людей. Это не ситуация там с Лимоном или с Беловым, с Поткиным. Вот, которые просто вышли из-под контроля. Там решили, что они фигуры, равные императору. Вот. Это игра. Игра давняя, которая началась с русского марша еще. Первый русский марш, это 2004 год. Огромные деньги, раскрутка. Первый скандал, связанный с Навальным, у меня произошел с Реной Лесневской. В одном из роликов с Лерочкой мы записывали, я рассказал, что мой знакомый предприниматель, олигарх, сказал мне, что его слава заставляет финансировать The New Types. Там, давайте, сорок тысяч евро в месяц. Вот. И рано мне позвонила, размещенная, сказала, что если вы не уберете ролик, я вашу Новодворскую выгоню. Ну, она просто эмоционально так прореагировала. Они перед этим получили, там, какую-то премию за New Types, за свободу, за борьбу. Ну, типа Нобелевской тоже премии. Вот Нобелевской с фамилией Навальный. Вот. И мы этот ролик убрали. Немедленно. А история была в том, что, ну, слава хотел, правильно хотел, чтобы развивалась эта либеральная, так сказать, линия под контролем, под контролем Кремля. Но она развивалась. И я хочу напомнить, его раскручивали тогда как националиста. И он говорил, что вот он не с пустыми руками в оппозицию придет, а он приведет с собой, значит, молодых ребят, националистов. Вот. И когда мы убрали, все, там, извинился я, что там оговорился. Вот. У нас был такой разговор очень интересный. Ирана вдруг сказала, что она, ей нравится Навальный. В отличие от вас, Новодворский, сказала она. Старых и некрасивых. Он молодой, красивый, блондин, длинноногий, русопятый. Русопятый. Значение этого слова, у него негативная коннотация. Значит, это все равно, что сказать, там, вот, русопятый, те, которые говорят, что, там, мы ваших академиев не проходили. Вот. Мы так умные. Вот. Завидуете вы Навальному, что он такой вот молодой, красивый, а вы такие старые, больные, никому не нужны. То же самое было с Лимоновым. Завидуете вы Лимону, там целая компания была, тролли. Ладно, тролли, друзья, ближайшее окружение. Так что, девочки, дорогие, пожалуйста, не волнуйтесь. Я уже связался с Москвой, разнюхал на самом высоком уровне, не на уровне Путина, ниже, но очень высоком уровне сейчас. Они решают, что делать. Ситуация сложная. Они не все просчитали. Вот эта история с неожиданно появившимся Теттбергом, значит, она связана с тем, что они действительно не рассчитали. То есть, они думали, что они легко отобьют этот дворец. Не мой все. Если сам Путин скажет или этот. Ему никто не верит теперь. Вот. Так что, девочки, дорогие, не волнуйтесь. Ваш длинноногий блондин, красавец Леша, будет на свободе. Если где-то просидит, то не больше какого-то символического срока, чтобы мог потом говорить, что мы в кандалах на кадрах отбывали. Поэтому имеем право на что-то. На пенсию, на лидерство в оппозиции. Не волнуйтесь. Вернут вам Лешу. Здорового. Отравление было связано с тем, что он ввязался в лес, в чужую историю. В разборку между местными силовиками и федеральными. Его жалели там, не пускали. Там кто-то что-то просто не рассчитал. Пустили его, решили. Или он сам захотел, что ли, неизвестно. Сам захотел прям репортаж вести не из ФБК, а прямо из Новосибирска или Томска. Обличать строительную мафию в пользу... Местную строительную мафию обличать в пользу федеральной строительной мафии. Такая небольшая хитрость. Поняли, что просто отнять бизнес у местных предпринимателей, у местных губернаторов, чекистов, военных нельзя. Нужно провести сначала кампанию. Доказать им, что они жулики. Леша поехал доказывать. Ну, чего-то там не рассчитали. Так что все будет хорошо. Не волнуйтесь.